Ребятки, всем привет! Вы на канале Фортун ТВ, звать меня Валентина. Сразу небольшое отступление. Скажу по поводу произношения. Вот именно я через Алису Яндекс узнавала, как именно произношение этого магазина, название, именно Дейчман. А там почему-то у них на самом сайте написан перевод по-русски Дайхман. Я склонилась больше, написала название Дайхман. Чтобы, если что, в общем-то, вы понимали, что именно произношение Дейчман, в общем, вот так вот, правильное, вот, этого магазина, в котором я вот обзоры вам делаю. И хочу отзыв оставить сразу же, рассказать по поводу ботинок. Я их выставляла в сообществе, можете посмотреть на картинки, как они смотрятся. Ну, я решила еще видео сделать, как обещала девчонкам, кто меня спрашивала. Это мне был тоже подарок. Уже, наверное, года три я в них уже сейчас схожу точно. Третий год вот будет. Еще только будет третий. Сезон уже третий. И, в общем, я их обычно ношу, когда мороз уже начинается, и тогда начинаю ходить. При минус 20 я не замерзаю с теплым носком. Давайте начну обзор. Сразу же расскажу, как вот здесь вот я завязала именно шнурок, специально показать, как в завязанном он смотрится. В общем, мне ботинки, в принципе, вообще сами они понравились. Полностью, вот как бы, как они сделаны. Все, подошву я вот как смогла, так отмыла уже по времени. Сами понимаете, долго ношу я их. И поэтому не совсем она уж и белая. Ну, как смогла, так отмыла. Я уж прям досконально не стала, короче. Ну, не смогла уже. Все, не то, что не стала, не смогла. Мех тоже я обычно стираю, намочу и потом смываю, потом смываю аккуратно. В общем, вот так. И здесь, короче, я тоже мою, естественно. И потом только я обрабатываю уже водоотталкивающим средством, когда просохнет все. Здесь это у меня искусственная замш. В общем, так, еще что хотела сказать. Внутри мех только по бокам, вот здесь вот сверху. Внутри меха нет. Поэтому я говорю, они не зимние, они у меня на осень. Вот, в общем, даже, в принципе, зимой у меня нога не замерзает с теплым носком. В общем, носок не выложила, показать, с какими я ношу. В общем, чуть попозже я там влог буду снимать. И я вам покажу, когда буду складывать носки, как меня там просили. Я вам покажу, с какими я носком ношу вот эти ботинки. Ну, что могу сказать. Вот, все бы хорошо, девчонки. Вот, ну, по-честному, да, буду рассказывать, как оно есть. Всем они, как игрушки, хорошие, да, чистятся они хорошо, моются тоже. Никаких, как бы, нареканий нет. Подошва, кстати, вообще отлично, не скользко. Вот они молодцы в этом. У них подошва в основном вот вообще не скользит. Вот сколько обуви вот мы уже носим, да, им не в подарок тогда дарили. И раньше давно мужу покупали из этого магазина. Он прям был очень доволен. И на работе, говорит, я работал, говорит, вообще не изнашивается подошва. Ну, не у всей модели, конечно же. Есть, которые быстро стираются, а есть, которые прям долго подошвой держатся. Ну, и не скользит. Вот это огромный плюс для их неубови. Что минус мне не понравился. У них вот эти, видите, запятники. У меня один запятник почему-то как-то он сжался вот здесь. И все, и не распрямляется. И он такой был жесткий. У меня вот эта вот пятка именно у левой ноги, в общем, у левой ботинка, не у ноги, у левой ботинка, короче, натирает. Ну, прям натирала раньше сильно. А сейчас оно вроде кто-то прошло. И вот, в общем-то, чтобы не сглазить, поэтому сплюнула. И, в общем, я еще заметила, знаете, что? Если только немножко какие-то носки синтетические, то точно натрете. Если вдруг собираетесь, покупаете, допустим, такие ботинки. Я не знаю, сейчас они в продаже есть. Может, подобие есть. Так они при носке мне понравились. Единственное еще, вот я вам сказала, то, что пятки жесткие. Если у кого сильно ноги, короче, такие, как у меня, вот то, что помягче любят обувь, то я бы не советовала, да, такую обувь носить. Лучше что-то помягче выбрать. Но они так сами по себе, они жесткие. Вот, я вам сразу скажу, как оно есть. Так, еще что хотела, что-то я еще сказать. Завязывать сильно не нужно вот здесь вот шнурок. Видно, надеюсь, я вам. Не стягивайте сильно. Почему? Потому что вот здесь бот больный иначе. Я вот уже пробовала по-всячески носить. Они очень хорошо держатся и так на ноге, прям великолепно. Я говорю, вот даже вот так вот завязывала слабенько, и у меня ногу держала, все прекрасно. Вообще никаких проблем. А так, как бы, вот, ну супер. Вот у кого, если нету таких проблем там, чтобы слишком нежная кожа, как вот у меня, то, честно сказать, я не побоюсь рекомендовать такие хорошие ботинки. Они качественные, действительно. Вот. И минус 20, даже как-то было, что 20, минус 25, я в них не замерзла. И они, кстати, вообще не промокают. Я даже ношу их без стилечки. Вот здесь, видите, у меня стильки нету. Я вообще, как только вот она магазина там, и все. Вот, потому что она в самом этом, не магазина, а в самом ботинке, как она есть там, стилька, вот, и все. Ничего я больше никаких стилек не делала других. Мне достаточно было тепло в них, и прекрасно. Я их, кстати, и с этим ношу там, с теплым, с теплой паркой. Вот. Я попробую видео вставить, если получится фотографию. В общем, вот. Я еще с другими, не только с паркой и с пуховиком хочу в этом году попробовать. Если будет зима холодная, то их попробовать с пуховиком носить. Вот так, в целом, вообще, не побоюсь рекомендовать. Качественная, хорошая обувь. Единственное, говорю, это у меня встал вопрос с пяткой, жесткость. На пятке вот здесь вот. И у меня почему-то сжалось. И, кстати, не только у меня. Которая мне вот подружка их дарила, эти ботинки. Она покупала себе тогда и купила и мне. И вот, в общем, как получилось. А так, что именно у нее только с правой, с правым ботинком авария. Ну, авария, я вам сказала, какая. Они ничего не продырявились, ничего. Только единственное, вот здесь жесткость. И у нее тоже так же, только на правом ботинке. А у меня на левом. Ну, вот, в общем, может, партия такая нам попалась. Ну, вот, в общем, я не могу ничего сказать за другие ботинки. Вот я только рассказала за такие. Но, в принципе, мне они понравились. Очень хорошие. И удобные приноски, и не промокают. Я говорю, у меня уже третий год. Уже третий год они. Я очень счастлива, довольна, что есть, как бы, такие ботинки. И чистить их удобно, мыть. Никаких особо полос не остается. В общем, я их, в принципе, ничем еще пока не обрабатывала. Кроме как, ну, там еще бывают другими средствами какими-то. У меня подруга там делает. А я, в общем, только обработала спреем бесцветным. Чтобы не промокали. Это я уже первый раз так делала. А так я до этого не делала. Вот. И они мне не промокали без этого средства. Вот так вот. Скажу, как есть, по-честному. Так что это честный обзор. Я вам вроде бы все рассказала. Если будут какие-то вопросы, оставляйте комментарии. Задавайте, не стесняйтесь. Отвечу. Всем. Вот. Всем спасибо за просмотр, за ваши лайки, подписки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok